Друзья, всем привет! Находимся на Родмире Кремлянной России, сфера номер один. И на данный момент мы находимся в очень сложной ситуации. Для тех, кто следит за моими сериями, знает, что сейчас мы должны с вами поймать одного единственного преступника, чтобы нас, а именно отдел полиции, не расформировали. Я не потерял свое звание полковника, которое так долго зарабатывало, которому так долго стремился. Многие мне посоветовали обмануть полковника, я попытался это сделать в прошлый раз. Кто не смотрел, посмотрите серию обязательно. Не получилось у меня, он спалил. Сейчас же вы предлагаете использовать Пашу или какого-то левого человека. Якобы это будет Вучич, которого мы должны поймать. Но вы понимаете, что у нас последний шанс есть. Если мы его упустим, то тогда уже не будет возможности. И мы уже все потеряем. Нужно решать. Либо мы лишаемся звания полковника, либо мы идем и берем этого Вучича против всех правил. Но, учитывая, что это друг нашего босса, мы не можем подставлять себя же. Да, свой же коллектив. Это будет неправильно. Но, понимая, как долго я к этому стремился и как долго я зарабатывал это звание, и учитывая, что мы помогли, лично я помог тоже в том числе сбежать Вучичу, я решил, что будет правильным, наверное, друзья, как-то закинуть его обратно в тюрьму. Да, я понимаю, что мне говорил босс, я знаю это. Но я вынужден это сделать против решения босса и ничего даже не сказать боссу. Я знаю, что это очень страшно. Так делать нельзя так делать. Я могу лишиться вообще воровского криминального мира и меня вообще могут убить за это. Потому что так не делается. Так не поступаю с друзьями друзей, как минимум. Но я решил, и сегодня, друзья, учитывая, что у нас есть последний шанс для того, чтобы сохранить весь отдел наш полицейский, я этим шансом воспользуюсь. Да, друзья, я пойду против своего босса, но пойду беспалево. Я ни в коем случае, я сделаю все, чтобы босс об этом не узнал. Но при этом, друзья, как бы там ни было, Вучич попадет в тюрьму. Прямо сейчас, друзья, мы идем к нашему товарищу полковнику и обещаем ему, что сегодня он будет рад. Рад тому, что Вучич будет. Он меня смешит постоянно, я не знаю почему. Разрешите, пожалуйста. Товарищ полковник не может не смешить, особенно учитывая, что у сотрудников за фотографией на рабочем столе. Как иронично, когда у тебя, как у сотрудника на рабочем столе, фотография начальника с фингалом под глазом, это очень забавно. Значит, товарищ полковник, есть новости по Вучичу. Новостей, к сожалению, на самом деле сейчас никаких нет, но, товарищ полковник, скажите мне честно, а нахрена я пришел, ты же прекрасно знаешь, что отдел расформирует. Подождите, товарищ полковник, вы мне ответьте, пожалуйста, на вопрос, каким бы вы самым легким способом хотели бы поймать Вучича. Вот ответьте мне, просто ответьте и все, обычный вопросик. Но знаешь, что Вучич с неба упал, с неба упал. Слушайте, товарищ полковник, на чем скажу, что так оно и будет. Я ваше желание сегодня постараюсь исполнить. Но мне при этом, господин Рогозин, нужна ваша помощь. И без нее, к сожалению, не справиться мне будет. Вы обязаны мне помочь. Мне нужно, чтобы вы выделили мне вертолет бизнес-класса в первую очередь. Дальше же я все сделаю сам. Я понимаю, что это дорого стоит, и это дорого для полиции. Но ради поимки Вучича и ради отдела сделайте это. Я постараюсь сделать все возможное. Вертолет бизнес-класса, но я могу тебе предоставить его временно. Мне очень он не помешает. Но если с ним что-то случится, сам понимаешь. Понимаю прекрасно, но это все для службы. Это нужно, товарищ полковник. Вам спасибо за доверие. Вы сами понимаете, что это наш последний шанс. Поэтому я постараюсь им воспользоваться. Еще кое-что. В ближайшие два часа мне нужна будет группа, которая задержит Вучича. Ей нужно находиться, а будет у тюрьмы. И знаете, товарищ полковник, я лично советую вам там же находиться. Вы лично его возьмете. Вам нужно мне поверить. Просто находитесь у тюрьмы. Хорошо буду ждать там. Спасибо. Спасибо за доверие. Я надеюсь, что все пройдет успешно. Я даже, друзья, не посвящал его в эти планы. И не буду посвящать, чтобы не сглазить, так сказать. Думаю, сам знаешь. Хорошо. Хорошо. Все, ступай. Есть, товарищ полковник. Есть. Отправляемся, друзья. Я вам сразу же дам понять, что, друзья, на самом деле, кем вообще является Вучич на данный момент. Естественно, мне нужно было информацию пробить по Вучичу. На данный момент он в Майами крышует бизнесы. То есть этим он зарабатывает. Бизнесмены ему платят за то, что он приезжает на разборки, крышует этот бизнес. И в данный момент, друзья, мы должны вместе с вами притвориться новыми бизнесменами, которые готовы заплатить ему за поддержку. Но для этого мы должны войти в доверие, господа, этому Вучичу. Но как? Как? Мы должны быть новыми бизнесменами с деньгами. А у кого есть деньги, господа? Конечно же, у шейхов. Сегодня мы будем шейхами. Именно для этого я и взял тот самый вертолет. Я договорился с Вучичем, что шейх прилетит буквально сегодня, буквально сейчас, в ближайшее время в аэропорт Майами для сделки. Для того, чтобы он защитил наш бизнес. Конечно же, все это сделано под левыми именами, друзья. И никто об этом знать не должен. Кроме еще одного человека, которого вы увидите буквально через несколько минут. Я вынужден законспирироваться и переодеться в одежду шейха. А ну-ка, ответь мне, не похож на мента? Нет, конечно. Точно? Вроде бы нормально. Переоделся, загримировался, как говорится. Похож. Все, спасибо. Спасибо. Будем пробовать, друзья. Отправляемся сейчас прямиком в аэропорт, друзья. И берем вертолет. Потому что Вучич прямо сейчас нас уже ждет на встрече. Здравия желаю. Неужели ты меня узнал? Скажи мне, пожалуйста, Омоновец. Неужели ты меня вот так вот легко узнал, а? Ну хорошо. Вучич самое главное, господа. Я лично буду общаться с Вучичем. И главное, чтобы он меня не узнал. Потому что если он меня узнает, тогда мне точно крышка. Об этом и узнает и босс, и все остальные. Вся воровская диаспора узнает. Я подставляю сейчас, друзья, свою братву. Я подставляю всех воров в законе, с которыми я знаком. И не дай бог это раскроется. Но я делаю это ради того, что я потратил годы. Самые настоящие годы ради этой службы. И я не хочу этого терять. Да боссу плевать. Боссу плевать. На какое-то там звание. Ему пофигу. А мне, к сожалению, нет. Именно поэтому я решил сегодня, друзья, сделать все возможное, чтобы все это вернуть. Друзья, мы прямо сейчас практически прибыли в аэропорт. И с этой минуты, можно сказать, начинается самая главная, друзья, спецоперация. Самая настоящая. И у нас есть полный карт-бланш на все действия. Потому что мы с вами сейчас охотимся за самым настоящим опаснейшим преступником 2021 года. Да, действительно, друзья, он самый главный преступник, которого нужно поймать в любом случае. Друзья, я не просто так приехал сюда. Нам необходимо, друзья, спрититься с человеком, про которого я вам как раз-таки и говорил. Вот он самый. Да-да, не удивляйтесь. Это София. И посмотрите только, как она выглядит. Вот это Софушка. Приветик. Привет, миленькая. А ты сегодня восхитительна на самом деле. Ничего себе так. Она будет играть, друзья, роль секретаршем шейха. То бишь меня, да? И вводить немножко в заблуждение нашего Вучича. Ведь кто? Кто, друзья, устоит перед такой красавицей? Плюс она еще, конечно же, будет у нас и пилотом сегодня. Решила одеться красиво, чтобы сомнений точно не было. Я думаю, не будет. Ты просто восхитительна, чтобы ты понимала. Так, Пупс, действуем по плану. Как мы с тобой договаривались? Я надеюсь, ты все запомнила и ничего не перепутаешь. Поехали. Давай, к Шлагбауму подъезжай. Заезжай к Шлагбауму. И нас там уже, по идее, должен, друзья, ждать вертолетик, который нам выделил товарищ полковник. Но знаете, как это происходит? Звонит полковник куда-нибудь там в ФСБ. Допустим, ФСБ. Звонит в аэропорт и выделяют для нас вертолет. Для того, чтобы мы смогли исполнить наше спецзадание. Все, побежали. Детка, я надеюсь, ты не замерзешь, потому что на мне вроде это халат, или как он правильно называется. А тебе пустота. Давай быстрее. Где-то здесь рядышком должен... Вот он. А вот он, друзья. Бизнес-класс. Золотой вертолет. Шейх на золотом вертолете. По-моему, все сходится. Дружище. Я надеюсь, ты знаешь, кто мы. Да-да, не удивляйтесь. Это мы. Полковник Див. А это сама ФСБшница. Посмотрите. Ну, прекрасно, прекрасно. И погоны не нужны просто никакие. А вы по поводу вертолета? Да-да-да. Да. Я так понимаю, вы нас ждете. Нам нужно передать полномочие. Ключи. Все, сюда давай. Мы вертолет забираем. Хорошо. Все, спасибо. Спасибо большое. Давай, милая. Полетели в Майами. Ты будешь у нас пилотом, а я буду сзади сидеть как самый настоящий шейх, друзья. Ой, мне надо будет еще как-то, друзья, я не знаю, голос менять чуть-чуть, да? Нужно будет акцент изменить немножечко. Давай. Только, пожалуйста, не разбейся. Нам нужно сейчас пролететь целый океан, друзья, чтобы вы понимали. Лучич прямо сейчас со своей охраной нас уже должен ждать на месте. Милая, милая, не зацепи только самолет, я тебя прошу. Только не зацепи самолет. Это будет очень печально. Все, летим в аэропорт Майами. Ну что, друзья, с Россиюшкой можно временно попрощаться. Ну а Софии, конечно же, друзья, мы договорились, что информация, да, по этой спецоперации полностью конфиденциальна, чтобы ни в коем случае о ней не узнали мои друзья. То есть об этой спецоперации знает только она и я. Конечно же, ФСБшники и полковник Рогозин тоже об этом знают, но они не углублялись в суть данной спецоперации. Но, в принципе, друзья, я думаю, она вам ясна. И это уже наше дело, каким образом Вучич будет пойман. Мы сами это сделаем. Главное, чтобы никогда не распространилось то, что эту спецоперацию проводили мы. А именно ФСБшница София Фримен и полковник полиции Макс Дип. Ну что, друзья, вот и виднеется солнечный Майами. Сегодня погодка получше, по крайней мере, чем у нас в России. В России было облачно немножко, а здесь все прекрасно видно. Вот, кстати говоря, сам аэропорт. Так, пожалуйста, София, только аккуратненько приземляйся по чуть-чуть. Прекрасный, прекрасный вид. Но здесь по-прежнему холодно, да? Майами город возможностей. Именно поэтому нам и поверил сам Вучич, что мы приехали, как шейх, сюда. Для того, чтобы использовать эти самые возможности. Так, приземляйся. Ведем себя естественно и красиво. Давай, потихонечку приземляйся. Вот, уже гелики вижу. Все, нас встречают, я надеюсь? Нас должны встречать. Вот, подъезжают, подъезжают. Карла Вучич, надеюсь, он приехал, а не только охрану, а пригласил. Я очень на это надеюсь. Все, выходи. Эх, Майами, вот это здание. Какие большие у вас здания на самом деле. О, кого я вижу? Я так понимаю. Это вы, Карла Вучич? Я не ошибаюсь, я правильно понимаю? Здравствуйте. Приветствуй, друг. Мы приехали сюда делать деньги, брат. Деньги, самое главное, что у нас есть. Деньги, это для нас все. Можете называть меня, как вам угодно. Я буду называть тебя мой пьесик. Нет, это будет слишком, слишком будет... Ну, я же был для него толканом. Вы не против, если я буду называть вас мой пьесик? Давайте же приступим к делу, с вашего позволения. Деля всегда успевают подождать. Товарищ шейх, как мне к вам обращаться? Обращаться ко мне, господин. Называйте, как хотите. О, ничего себе! Ничего себе! Денежки почувствовал, да? Ну что, пьесик? Я твой господин. И это, я надеюсь, понятно вам? Хорошо, давайте приступим к делу. Приступим к делу. Кто? Господин. Молодец. Молодец. Самый настоящий. Вот это да. Слушайте, верит пока. Смотрите-ка, он дал возможность шейху называть его пьесиком. Пьесик. Ты серьезно? Карловучи, что с тобой делают деньги? Это мои подопечные. Очень ряд поезднякомица. Они сопроводят вас в безопасности. Хорошо, это мой прекрасный спутница. Анжелика, можете познакомиться с Анжеликой? Простите меня за мою грубость. А что ты извиняешься? За что? За что? Все хорошо. Все хорошо. Очень приятно. Товарищ шейх. Да, Анжелика? Что вы хотели? Я хотел бы, чтобы вы не мерзли. Здесь я. Нам нужна резиденция на крыше небоскреба. Вы готовы проехать снями? Пьесик мой уважаемый. Давайте, дела не ждут. Хорошо, прошу просаживаться в вертлёт. Уважаемый пьесик Карловучич. Дуглас, пошли. А, простите? Простите? А может охрана остаться? Или вы мне не доверяете, а? Это обидно. Вы мне не доверяете? У-у-у. Плохой пьесик. Плохой пьесик. Так не делается. Доверяю. Ничего себе. Смотрите, как деньги. Деньги. Он чувствует, сколько здесь денег. Золотой вертолёт. Пожалуйста, бизнес-класс. Это хорошо. Если вы готовы ехать в моя резиденция на крыше, то, пожалуйста, тогда проходите вертолёт. Я для вас. Открой даже дверку для пьесика. Дверку для пьесика открыл, пожалуйста. Проходите. Пьесик присаживается. Пьесик присаживается. А я присяду рядом с пьесиком. Почелал ногу? Серьёзно? Позор просто. Карл Вучич, если бы это видел. Босс, посмотрите, как он. Охренеть. Да, походу сегодня кому-то очень много заплачу я. Кому-то очень много заплачу. Деньги сегодня будут очень... Куда ты полетела? Куда ты полетела? Не убей тут никого только, пожалуйста, Софья, блин. Босс, вас здесь ждать? Ждите меня здесь, инвалиды. Ничего себе, как он... Посмотрите, деньги всего... Это же всего лишь денежки. Да что такое? Почему вы сказали, ой? Я всегда уважаю своих пьесиков, поэтому открывать для них двери. Присаживайтесь. Присаживайтесь. И я к вам тоже присъяду. О, замечательно. Правда, я не вижу ваше тухлое лицо. Это плохо, но ничего страшного, потому что это, наоборот, хорошо, он меня не узнает. Он меня, да, действительно, друзья, очень даже хорошо. Ну и что, Карл Лавучич, сегодня вы немножечко станете богатче. Чуть-чуть. Чуть-чуть богатче будете. Так, давай, Софья. Софья, делай все красиво. Полетели. Лети. Пока что просели. Он не знает, где находится резиденция. Но он думает, что она уже куплена где-то у нас в Майами. Проблема. Сейчас нужно будет его заговорить. Прямо разговорить, друзья, чтобы он вообще ничего не заподозрил. Мы его посадили без охраны. Настолько он поверил в эти деньги. Как мы и договориться, на полтора миллиона долларов в год. Да? Крыша. Крыша. Отменная крыша. Вы нас защищать от всяких собак. А где ваш небоскреп? Эй, он недавно только построился. Новый. Летим. Не переживайте, Карлоса Вычича, моя пёсик. Не переживайте. Все хорошо будет. Летим. А вот уже и погодка, друзья, немножко русская такая. Так, Софья. Софья, чуть повыше мост. Аккуратно в мост не врежься. Блин, этого еще не хватало. Сейчас здесь полечь. Софья, пожалуйста, не подведи только. А что? Вы раньше учили русский? Немножко, немного. Я все равно плохо знаю от яга, но при этом могу разговаривать. Да, он немного был в России. Конечно, блин, всю жизнь в России прослужил. Слушайте, перегородка реально спасает. Он хотя бы не смотрит мне здесь в глаза. Меня это успокаивает как минимум. Так, Софья, влети повыше, чтобы он не увидел, что мы прилетели в Россию. И знаете ли, господа, облака делают свое дело, потому что он сейчас не видит, что мы летим именно в Россию. Это самое главное. А расскажите какую-нибудь скороговорку. Пьется Карло хочет деньга, но получит он печенька. Вот такая вот скороговорка. Что-то мы долго летим. Ну, это плохая видимость, плохая видимость. Самое главное, вы не переживаете, Карло, не переживаете. Я тоже так считаю. И деньги получите, и печеньки. Слушайте, не знаю, сейчас дают ли печенье в тюрьме, но, по крайней мере, друзья, вы уже, наверное, поняли, да, что мы летим именно туда. И как раз-таки над тюрьмой нужно будет четко по навигатору. Так, по поводу парашютика надо будет ему тоже сказать, друзья. Ой, красиво сейчас будет. Ой, красиво Карло сейчас будет как. Так, если я не ошибаюсь, друзья, мы в данный момент находимся уже где-то над Россией. Конкретно места я пока не понимаю, но пилот у нас летит. И как только мы окажемся над тюрьмой, она даст сигнал. И мы будем приступать к самой важной части спецоперации. Простите за любопытство. Это ваша одна из жен? Нет, это моя секреторша. И Ви ей понравился. Ви очень понравился. Это она мне щипнула на ушко. Какой-то акцент у меня странный. То американский, то какой-то армянский. Не понимаю я. Да что вы, вы намного красивее. О-о-о, опять подлизывается. Что ж Карл заколебал, подлизывался, реально. Вот это человек, конечно, а. Я не знаю, ребят, он такой мне строгим, таким вот жестоким, строгим человеком показался. Мне даже страшнее было на него смотреть, чем даже на босса, друзья. А тут посмотрите. Ради денежек, больших денежек, согласен. Но он готов целовать ножки. Видите, что делают деньги? Но он не готов сидеть в тюрьме при этом. Да, в российской. И в Россию возвращаться. Ну, ладно, это его деятельность, сфера деятельности, да, крышевать. И он решил, вот, попался на удочку тут же. Мне кажется, мы не одни прилетаем сюда. Он, видимо, сразу же их цепляет. Бизнесмена всяких, да? Да, крышует, потому что у него сильная, наверняка, банда, так называемая, да? Группировка в Майами. Поэтому вот так вот все и получилось, господа. Почему за бортом так холодно? В Майами никогда не было таких температур? Эй, Карл, если бы ты физика учил, ты бы знал, что мы очень высоко, очень высоко холодно. Эх, ты глюпи, Карла. Глюпи, Карла. Так, мы вроде бы рядышком, да? Ой, что-то с вертолетом. Что, закружило? Закружило, ё-моё. Что такое? О, боже. О, боже. Что? Что происходит? Срочно парашют, брейте, Карла. Карла, парашют, срочно. Срочно надевайте. На деле, на деле, сзади. Сзади, посмотри быстрее. Быстрее, Карла, мы падаем. Мы падаем, сейчас будем прыгать. Прыгать будем на раз, два, три. А вы? Я тоже, я тоже, конечно. Что вы вообще говорите такое? Конечно, мы попали. Посмотрите, у нас крутит, как жёстко крутит, раскручивает хорошенько нас. Я за вами. Итак, три на один. На один, готовьтесь. Готовьтесь. Три. Три, два. Один. Полетели. Полетели, Карла, уважаемые. Полетели. Где вы? Карла? Карла, блин. Я вижу, он летит внизу. Ё-моё. Вижу. Вижу его. Карла, я вас вижу. Он думает, что он летит в Майами. Ребята. Просто ровно в тюрьму. Обалдеть. Открываю. Открываю парашют. Карла, давай ниже. Так, полиция. Полковник Рогозин. Это... О, здравствуйте. Здравствуйте, всеновцы. Я мимо вас вот так вот красиво пролечу. Оооооп. Ё-моё. Ловите. Ловите быстрее. Да быстрее ловите. Вот он, пожалуйста. Ну. Давайте, давайте, давайте. Цепляйте. Есть. Есть, есть, есть. Вижу, вижу. Красиво. Вот и все. Ровненько. Ой, блин. Просто щупрощение. Как же так вышло-то? Ё-моё. Ой, пойду-ка я отсюда лучше. Ой, пойду я отсюда. Ой, надеюсь, ты... Карла, пожалуйста. Я надеюсь, ты не догадался, что это я. Да, тихо. Ой, тебе крышка. А я... Я ни при чем. Я... Я ни при чем. Продолжаем делать акцент. Для того, что он ни в коем случае не подумал, что это я. Я надеюсь, что не подумал. Хотя, хотя я его недавно просил. Блин, зачем я эту кашу заварил? Зачем? Зачем я все это сделал? Это очень все опасно, друзья. Но я себя не выдал, по крайней мере. Я это понимаю. Ну что, не получилось скрыться? Он реально думал, что куда-нибудь сейчас на резиденцию в бассейн попадет, да? Ровненько, друзья, в тюрьму. Красиво, ровно в тюрьму. Все, заводите. Заводите его. Фух. Самое главное получилось, друзья. Значит, самое интересное. Побежал. Сразу же в рубашке, да? Только-только вот в рубашечке своей красивой, майамской. Сразу же в тюрьму. Ну это невероятно, друзья. Ну это реально невероятно. Красиво к воротам прям, представляете? Хотя, ну, глупо было бы, конечно. И причем ему не деться никуда. С той стороны у нас, вы сами понимаете, там море. Да, у нас находится вдали. С этой стороны просто поле. А с этой стороны у нас тюрьма. То есть и внутрь как бы не прыгнешь. Он просто прыгнул и попался в ловушку. Это реально была ловушка. Его здесь уже ждали. Я сказал товарищу полковнику, что на его голову сегодня упадет. С неба, как он и хотел. Сам Вучич. Хе. Он упал. Да. Он упал. Вот и все. Рогозин развлекается, да? Да, товарищ Рогозин? Развлекаетесь? Ладно. Давайте вас. Ну-ка, сфоткаю красивенько. Опа. Вот. Лично. Товарищ Рогозин задержал преступника. Карла Вучича. Красота. Вот красота какая. Карла, не переживай. Все красиво. Гнида от желтопуза. Ничего не буду отвечать ему, друзья. Ни в коем случае. Э, ворота закройте быстрее. А то сейчас головой мне треснет. Вот. Хотя для кадра вот такое. Оп. Ну прям красота. Красота. Вовнутрь его. Все. Видите, видите? Подальше его. Чтоб я его не видел здесь. Я сказал, что я доставлю его. Я доставил. Фух. Надеюсь, все будет хорошо. Так. Уважаемый Рогозин. Ладно, сейчас подождем его. О-о-о-о. Рогозин. Ну что? Я же обещал. А как я и обещал, так и произошло. Еще раз. Здравия. Здравия, здравия. А сколько прошло времени? Не так уж и много, да? А вы здесь все-таки поверили в ней и подождали в итоге. Сотрудниками. Но в Синовцев-то тоже достаточно много. Особенно вон те, которые там стоят, да? Прямо перед ними пролетели. Они, наверное, вообще охренели от ситуации. Это ты хитро, конечно, придумал. Ну а что еще делать-то? Ради отдела, как говорится, все нужно было это сделать. Я даже не буду задавать вопрос, как ты это сделал. И все еще так же при помощи вот этой вот красавицы. ФСБшницы тоже не забывайте. Все в порядке, София. Ты молодец. Сейчас полетим в отдел. Тебя ждет большая премия. Да ладно мне эти деньги? Товарищ Рогозин, не нужны. Мне самое главное сохранить было звание. Вот и все. Это для меня самое главное. Так что, товарищ Рогозин, вам тоже спасибо за доверие. Это очень хорошо, что именно так получилось все. Спасибо тебе и вам. И вам большое спасибо. Я надеюсь, что теперь нам не грозит расформировка, и все будет хорошо. Вы совершили нереальный поступок. Все, Рогозин, хватит. Давай, хватит лишнего. Я это делал для себя, а не для какого-то отдела там, для Рогозина. Нет, я это не для вас сделал. Я делал это только ради себя, и все. Но, конечно же, я про это вам не скажу, товарищ Рогозин. Нет, я про это вам не скажу. Я скажу, что я сделал это для отдела, ради наших коллег, ради народа, которым будем защищать. Но нет, 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 нет. Только ради себя. Только вспоминайте годы, которые я потратил. Вот и все. Вы сумели поймать двух преступников за два дня. Просто невозможно. Это все возможно. Это все возможно, если вы имеете доступ к криминальному миру. Потому что я бы не смог найти, например, Бучича. Просто так. Вот и все. Я сильно удивлен. Все, хватит слов. Полетели обратно. Присаживайтесь в вертолет. Вот, милая, милая, нас до отдела. Я не знаю, друзья, что я совершил. И правильно ли я совершил. Я сделал ужасный наверху поступок. И чем это обернется, я тоже не знаю. Но что будет, то и будет. Как карта ляжет, как говорится. А если вам понравился этот ролик, понравилась эта спецоперация, то обязательно не забудьте поставить свой лайк, пишите свои комментарии. А также не забывайте, что все эти события происходили на первом сервере. Рад мира. Криминальная Россия. Если вы еще здесь не играете, то обязательно приходите именно на первый сервер. Ссылочка есть в описании. И также при регистрации вводите мой ник. Ну а уже в игре команду МН дали 11 пункт. Промокод вписывайте. Макс Дип Капсом. И по достижению 4 уровня получаете от меня денежку. А я каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok